Солкновениями между полицией и протестующими обернулась массовая уличная акция против карантинных ограничений в Варшаве. В демонстрации приняли участие представители самых разных слоев общества, от футбольных фанатов до предпринимателей, отмечают организаторы. Они воспринимают запреты в рамках борьбы с пандемией, как грубое нарушение фундаментальных прав граждан и удар по малому и среднему бизнесу. «Как только вы говорите своим клиентам «оставайтесь дома», вы в опасности, носите маски, тут же начинает падать фроз. Это трагедия». Среди протестующих в Варшаве оказалось немало сторонников теорий заговора и тех, кто не доверяет информации об опасности COVID-19. «Я спрашиваю друзей, они опрашивают своих друзей, заболел ли кто-нибудь, и нет ни одного заболевшего». Польша, как и другие страны Европы, переживает подъем заболеваемости COVID-19 и ежедневно регистрируют уже более 13 тысяч случаев. На этой неделе правительство объявило о необходимости введения новых ограничений для сдерживания коронавирусной пандемии. В связи с ростом числа новых случаев приняты дополнительные меры по ограничению передачи вируса. Заведения общественного питания должны быть закрыты. Запрещено проведение публичных мероприятий с численностью более пяти человек. Эксперты в целом одобряют действующие в Польше карантинные ограничения и говорят, что соблюдение правил действительно поможет снизить рост заболеваемости. «Больше всего беспокоит то, что ежедневно в больницы поступает от 500 до 700 новых пациентов, и мы понимаем, что это лишь верхушка айсберга. Если мы будем так же дисциплированы, как и в марте и апреле, то в течение двух недель мы сможем сгладить эту кривую болезни. Вот чего мы хотим на самом деле». За время пандемии в Польше подтверждены более 220 тысяч случаев сражения коронавирусом. В числе инфицированных оказался и президент Анджей Дуда. Его пресс-служба отмечает, что глава государства при этом чувствует себя хорошо.